Пассивная компания в Ленинградской области Наше хозяйство более 10 лет занимается выращиванием кукурузы на силос На полях у нас задействована современная техника, снабженная спутниковой навигацией И выполняется сразу при посеве несколько операций Это нарезание бороздки, диски высевающие высевают семена Дальше катки прикатывают, укрывают эти зернышки И одновременно идет еще и внесение минеральных удобрений в рядок Что обеспечивает лучшее развитие растений в начальный период На такой современной технике работают самые лучшие механизаторы С большим опытом работы и очень ответственные Мы высеваем кукурузу на площади 150 гектар В этом году мы немножко увеличиваем площадь То есть будет посеяна кукуруза на площади 170 гектар На соседних полях высаживают капусту Рассаду для посадок готовят в теплицах А затем окрепшие растения пересаживают в почву Такой кассетный способ посадок позволяет уже в начале июня Получить первый урожай ранней капусты Это посевная затягивается Погодные условия у нас изо дня в день все хуже и хуже Температура была до 20 градусов Сейчас вот на данный момент 7 градусов Холодно, идет дождь Но несмотря на эти погодные условия Работаем, сажаем И я думаю закончим мы в лучшие агротехнические сроки И приступим к заготовке кормов Сельскохозяйственное производство Это кропотливый труд За долго до посевной мы начинаем готовиться к этому моменту Мы с прошлого года вносим органику Вносим минеральные удобрения Все это пашем, готовим, покупаем семена Выращиваем рассаду из этих семян Значит каждый работник понимает свою ответственность Каждое растение бережет, лелеет Так как ему потом жить на эту капусту, морковку, свеклу, картофель целый год Предприятие является крупнейшим производителем овощной продукции и картофеля в регионе И ежегодно увеличивает объемы Тем самым выполняя важную государственную задачу По импортозамещению и сохранению продовольственной безопасности страны Прежде всего ударило по нашему бюджету Это конечно подорожание доллара и евро От которого мы зависим сегодня напрямую Потому что основную технику и запчасти, которые мы приобретаем Это идет сегодня из еврозоны Основные страны это конечно Германия, Голландия, Франция, Бельгия И понятно, что подорожание произошло Это как и на приобретение новой техники Так же и на запчасти Более чем 50% Конечно, благодаря сегодня еще нашему ленинградскому бюджету Который компенсирует наши затраты на приобретение новой техники Конечно, здесь идет как бы поправка нашего бюджета Удобрения в среднем подорожали на 68% И что нам обидно, то что заводы, которые занимаются производством этих удобрений Находятся на нашей территории, тем более на северо-западе Это новгородский окрон и кингисепский фосфорит С чем это связано, нам пока непонятно Но есть один факт, что это очень серьезно ударило по бюджету хозяйства И напрямую повлияло сегодня на себестоимость нашей продукции Понятно, что будет какое-то подорожание сегодня для наших горожан Подорожало все, что сажают и все, чем сажают Сельские труженики оказались первыми, кто принял на себя в полном объеме удар взлетевшего евро-рублевого курса И вынуждены были выделить, занять, изыскать на посевную компанию примерно вдвое больше средств Сколько будем тратить мы, покупатели, станет ясно осенью, когда новый урожай появится в торговых сетях Колоссальные затраты сегодня несет хозяйство на приобретение семян овощных культур И в связи с подорожанием евро понятно, что эти семена тоже возросли Например, семена белокочанной капусты возросли на 24% Семена моркови возросли на 50%, а свеклы на 90% И одной из затратных статей сегодня в нашем производстве являются энергоносители Каждый год было повышение дизельного топлива, повышение бензина Этот год остался на уровне, на уровне благодаря нашему правительству Ленинградской области Благодаря правительству Российской Федерации здесь мы получили, можно сказать, колоссальную поддержку В Волосовском районе находится крупнейшее в северо-западном регионе хозяйство по выращиванию семенного картофеля В агрономические сроки весеннее посевное предприятие укладывается Качественный семенной материал готовится 5 лет, поэтому работы ведутся и в теплицах, и на полях Весь зимний сезон шла подготовка картофеля к посевной Шла вентиляция картофеля, переборка И, соответственно, приложив все эти усилия, мы получаем такой семенной материал К картофели в этом году планируется 500 гектар Это на 200 гектар больше предыдущего года Зерновых увеличиваем до 1500, это на 600 гектар больше Никаких сокращений по посевным площадям нет и не будет, только увеличение Здесь уникальные почвы для производства картофеля Дерново-подзолистые, средне-суглинистые, на карбонатной основе То есть не кислые и не щелочные, а нейтральные, что и любит картошка Содержание ПАШ нейтральное, и содержание питательных элементов для картофеля в норме Именно то, что требуется для картофеля Если сказать проще, то наш картофель на Волосовской земле самый вкусный Посевная идет хорошо, больше половины работ мы выполнили А главное, что люди к этому относятся ответственно На работу идет обез 15, все мы выезжаем, 8 в поле До 10, в 10 с поля уезжаем Тут же навигация, поле записано Выезжаешь, заезжаешь на линию, включаешь навигатор И все, прямо едет, он сам маршрут выбирает и ровно едет Ничего не надо, только смотришь назад и все Картофель из Волосовского района хорошо знают в России Семена закупают 39 регионов Пользуются спросом наш картофель из странок ближнего зарубежья Весь семенной материал проходит проверку ежегодную Проверяется комиссией Росельхозцентра Производятся клубневые анализы Выдаются сертификаты соответствия, что требует семенной материал Поэтому весь материал качественный И поэтому наши площади увеличиваются с каждым годом Для производства семенного картофеля И наши покупатели, наш круг покупателей Больше распространяется даже уже за границей Недавно хозяйство Октябрьское вошло в состав племенного завода Приневское Что стало началом больших преобразований Строится новый современный склад для хранения картофеля На полях работают новые необычные машины В регионе это единственное хозяйство Которое использует дорогостоящие технологии для масштабной уборки камней Земли здесь сплошь каменистые Булыжники, валуны и валунищи повсюду Облагородить и освоить предстоит тысячу гектаров Я думаю, что на сегодня это единственное хозяйство в Ленинградской области Которое объявило тотальную войну камням и борщевику Сосновского Сначала тягачами и экскаваторами убирают большие валуны Затем, используя канадскую технологию, собирают поверхностные камни Далее с помощью немецких агрегатов производится сепарация почвы Убираются камни из плодородного слоя Что касается дальнейшего развития хозяйства У нас есть закуплены уже новейшие технологии Как по производству картофеля, так же и по модернизации зернотока Для производства фуражного зерна Развивая зерновой клин, мы в перспективе планируем построить комбикормовый завод Для того, чтобы все зерно, которое мы получим в нашем хозяйстве Переработать в комбикорм, накормить свое стадо И я не исключаю того, что можно и продавать еще соседям Далее имеется прекрасный коллектив специалистов Которые уже прошли большую школу земледелия Работая многие годы в этом хозяйстве И самое главное, есть коллектив механизаторов и водителей Которые выросли на этой земле И с пониманием относятся сегодня к своей специальности Нет сомнений, что сельхозпроизводители и посевную проведут И урожай смогут вырастить Будет у нас и картофель, и морковь, и свекла, и капуста Для нас, россиян, традиционный ежедневный набор продуктов А вот останется ли он самым доступным, покажет время Теперь все зависит от разумной политики государства Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому